Сибирские города попали в антирейтинг регионов страны по подростковой преступности. Исследование провела Генеральная прокуратура России. В списке неблагополучных территорий Урал, Сибирь и Забайкалье Юлия Боброва расскажет, где самая криминальная молодежь и кто виноват в том, что подростки с малых лет уже попадают в колонии. Сибирь, Урал, Забайкалье. Эти регионы стали центрами подростковой преступности в 2016 году. Хотя в целом по России дети стали совершать преступления реже на 13%. В некоторых регионах обстановка напряженная. На первом месте Свердловская область. Более 2000 преступлений за год. Затем Челябинская область и Пермский край. В пятерку попали и сибиряки. Юные жители Красноярского края и Кемеровской области. В Кемеровской и Новосибирской областях в прошлом году зафиксировано более 1500 преступлений. Это по 5 правонарушений каждый день. В полиции говорят, что, например, в Новосибирской области такого роста преступности среди молодежи не было уже 8 лет. Зато омские и томские подростки не справляются. Так в Омской области детская преступность снизилась почти на 20%. Эксперты уверены, дети копируют поведение старших. Молодежь часто использует неформальную лексику, что называется, живет по понятиям. А заканчивается все кражами и разбоями. Например, в Новосибирской области доля преступлений, которые совершили подростки, от общего числа всех правонарушений 7%. Семейные роли, возможности, условия он освоил, и он выходит как бы во внешний мир. И тот, кто во внешнем мире сейчас начнет на него влиять, вот этого в самом деле очень много зависит. А вот соседние там друзья, товарищи, постаршеклассники, да, они у него в авторитете. Это второе поколение тех, у кого мать-перемать. Так, в Сибири немало ребят, которые состоят на профилактическом учете с малых лет. Больше всего их в Кузбассе и Новосибирской области более 4 тысяч. Полицейские следят еще за 4,5 тысячами малолетних томичей. Правда, это по данным 2015 года. Но, судя по сообщениям СМИ, правоохранительным органам не удалось переломить тенденцию. Эксперты говорят, причина в том, что малолетние преступники, возвращаясь из колонии, попадают в то же окружение, которое ранее толкнуло их на преступление. К сожалению, необходимо отметить, что несовершеннолетние после возвращения из учреждения уголовно-исполнительной системы попадают в ту же среду, где и ранее воспитывались. То есть, в основном они воспитывались в неблагополучных семьях. И даже если родителям какая-то помощь была оказана именно в части их перевоспитания или изменения отношения к судьбе своему ребенку, к сожалению, родители тоже не исправляются. И подросток не получает дальнейшего профилактического воздействия, в связи с чем остается без контроля. 80% детей, которые идут на преступления, из неблагополучных семей. Перевоспитать таких ребят сложно, особенно после колонии. Впрочем, есть альтернативные варианты. Например, в Омской области трудных подростков отправляют в закрытые училища. Режим атмосферы там гораздо мягче. Можно получить профессию и найти хобби. В итоге детям проще вернуться к нормальной жизни в обществе.